Масштабное перевооружение армии и флота завершится к 2020 году. К этому сроку вооруженные силы нашей страны будут обеспечены современным оружием на 80%. Такое заявление Владимир Путин сделал в Туле, где он провел совещание, на котором обсуждали, как потенциал ОПК можно использовать в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения. О чем еще говорили в столице русского оружия, узнаем у нашего корреспондента Алексея Петрова. Он выходит на прямую связь со студией. Добрый день, Алексей. Получается, что через 4 года пик госзаказов будет пройден, и производство на многих заводах придется перепрофилировать. А что же будут выпускать? Есть какие-то представления? Да, Ромас, здравствуйте. Действительно, эта продукция, продукция гражданского назначения должна быть высокотехнологичной и современной. Об этом президент говорил сегодня в Туле, одном из ведущих центров вооружения в нашей стране. Вот НПО «Сплав», который он посетил, был основан еще в 1945 году, незадолго, вскоре после победы. И сейчас там выпускают реактивные системы залпового огня. Всем известные, известные во всем мире, Смерч, Ураган, Иград, все эти системы имеют тульскую прописку. Президент на совещании подчеркнул, что уже в этом году уровень переоснащенности российской армии и флота составит свыше 50%. Это уровень современного оружия, который сейчас поставляется в армию и на флот. Масштабная модернизация. И в этом смысле в ближайшие 4 года действительно заказы российской оборонки обеспечены. Заказы гигантские, действительно. Но в любом случае это время, эти средства нужно потратить максимально эффективно, подчеркивает глава государства. И, собственно, вот его слова. К 2020 году в соответствии с нашими планами масштабное перевооружение армии и флота завершится. Пик поставок в рамках ГПВ будет пройден. И такого объема заказов для оборонки не будет. В дальнейшем предстоит выйти на плановое, ритмичное оснащение вооруженных сил, пополнять их арсеналы по мере необходимости и износа действующей техники. И, конечно, работать над вооружением новых поколений. Ну, собственно говоря, мы и сейчас уже работаем над решением этой задачи. Но и в будущем эти цели тоже будут перед нами в качестве приоритетных, очень важными. Но при этом нужно по максимуму использовать потенциал оборонно-промышленного комплекса, который мы создали, создаем и укрепляем сегодня. Нужно будет обеспечить предельную загрузку уже имеющихся мощностей. Поэтому сейчас необходимо сосредоточиться над диверсификацией оборонных предприятий. Нужно уже сегодня думать об увеличении выпуска продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях оборонного комплекса. Это важно для финансовой стабильности самих предприятий, для трудовых коллективов, которые безусловно нужно будет сохранить, а также для того, чтобы средства, в свое время направленное переоснащению отрасли, сработали на рост всей российской экономики, способствовали развитию импортозамещения, а также наращиванию высокотехнологичного экспорта. Говоря о продукции гражданской, многие сегодня вспоминали 90-е годы, когда ведущие предприятия нашей страны, по сути, вместо высокотехнологичной оборонной продукции начинали выпускать сковородки, чайники и кастрюли. И вот такого, подчеркивает Путин, точно быть не должно. Вот слова президента. При выпуске гражданской продукции нельзя ориентироваться на так называемый ширпотреб. Работу нужно вести, ориентируясь на потребности передовых, наукоемких отраслей. Почему? Да потому что деньги-то мы вкладываем в очень сложное оборудование сегодня. Дорогостоящее и очень сложное. Выпускать на этом оборудовании сковородки недопустимо. Нужно ориентироваться на потребности медицины, энергетики, авиа- и судостроения, на космос, с информационной технологией и связь. Потенциал для решения этой задачи у наших оборонных предприятий безусловно есть. Они располагают крепкой производственной технологической и кадровой базой, имеют хорошие научно-технические заделы. Более того, на многих из них такая работа уже идет, в том числе в сотрудничестве с ведущими российскими университетами, научными организациями, с нашими гражданскими ведомствами. В Туле выпускать гражданскую продукцию уже начали. Вот, собственно, президент сегодня осмотрел высовку, где ему представили конкретные образцы. Речь идет прежде всего о продукции медицинской, различные лазеры, различное оборудование хирургическое, рентгенологическое. Но проблема заключается в том, что с этим оборудованием оборонщики не могут пробиться, что называется, на рынок медицинских услуг, не могут участвовать, не могут пройти конкурсные процедуры. И уже на совещании президент Путин обратил внимание министра здравоохранения Вероники Скворцовой на эту проблему. Еще одно предложение, которое прозвучало на совещании, создать для суворовцев специальные научные роты, чтобы ребята, которые решили сделать военную карьеру, которые решили связать свою жизнь с армией, могли бы хорошо разбираться в тех предметах, которые нужны и для оборонщиков. Речь, очевидно, прежде всего о физике и математике. Вот фрагмент совещания. Есть интересная идея, Владимир Владимирович, на базе Московского Суворовского училища, на базе Тульского Суворовского училища, создать так называемые научные роты. То есть уже с малых лет на базе Суворовских училищ собрать особо одаренных ребят и уже их начинать подготовку по усиленной математике, по физике, для того, чтобы в скором времени, значит, они уже с малых лет уже были подготовлены не только как командиры объединений и подразделений, но и которые влились бы именно в оборонно-промышленные комплексы. С вот этими научными ротами очень хорошая идея. Так что ребятишек там можно будет не только искать наиболее талантливых, перспективных, но и работать с ними нужно будет. А если еще и наладить прямые контакты с высшими учебными заведениями, с производством, то вообще будет идея. Почуваю, что я согласен. Президент уже посетил и Суворовское военное училище, расположенное в Туле. Оно открыто в этом году уже состоялся первый прием. 250 человек. Созданы все условия, в том числе условия для занятия спортом. Можно заниматься футболом, волейболом, а к следующему году построят и огромную теннисную площадку для того, чтобы совершенствовать свои навыки в большом теннисе. Кроме того, в этом Суворовском училище... Спасибо, Алексей. О совещании по вопросам использования потенциала ОПК, которые президент провел в Туле, рассказал Алексей Петров.